Добрый день, дорогие друзья, гости канала, мои подписчики. Ну что, очередная прогулка, поездка по городу Ташкенту. Да, экскурсионная, информационная поездка. И сейчас мы направляемся от вокзала, при вокзальной площади, в сторону улицы Тараса Шевченко. Да, с левой стороны у нас Хауклар Почтамп. Мы едем по Малокольцевой. И сейчас будем выезжать на улицу Туркестон. Да, я еду с сыном, везу его на футбол 94-ю школу. Ну и мы будем, как всегда, озвучивать добрые новости, где-то не очень добрые, но я думаю, будет вам интересно. Ну что, мы продвигаемся по улице Туркестон. Если вы помните, здесь на привокзальной площади раньше стоял памятник 14-ти туркестанским комиссарам. Да, сейчас появится фотография, она сделана в 68-м году прошлого столетия. Памятник, к сожалению, до наших дней он не дожил, но улица Туркестон, она осталась. И мы выезжаем на улицу Тараса Шевченко. Ну и едем прямо. Ну и первая новость. Даже полвека их не разлучили. В Ташкенте прошла встреча одноклассников спустя 52 года после выпускного. Представляете? Посмотрите на эти счастливые лица. Явный пример уважения друг к другу и крепкой дружбы. Это прекрасный пример того, как важно помнить и ценить своих друзей из школьных лет. Смело отправьте этот пост в группу для одноклассников и собирайтесь вместе хотя бы раз в год. Просто подавидовать можно. Молодцы. Тем временем мы подъехали к пересечению улиц Тараса Шевченко и на Пуске. Также в 94-й школе. Сейчас мне нужно оставить Азиза в этой школе. Сегодня у них контрольный сбор по футболу. Завтра, послезавтра у них турнир. Ну и следующая новость. На базарах в Ташкенте и других городах Узбекистана совсем нет людей. В связи с этим продавцы предлагают большие скидки, чтобы привлечь покупателей. Более того, в Ташкенте на мебельном базаре Абу-Сахи начали бесплатно раздавать мебель. Продавцы надеются, что такие меры помогут заинтересовать людей и вернуть покупателей на базары. Сообщите об этом своим знакомым. Сейчас самое время сходить на базар и дешево закупиться. Ну и мы поедем дальше. Нам найти только место, где бы припарковать машину. Да, все, я его оставил. Мы едем дальше. Ну и следующая новость. В Узбекистане сообщают о массовом распространении фальшивых долларов. Специалисты рекомендуют внимательно проверять все купюры и использовать специальные методы определения подделок. Поделитесь этой информацией с близкими друзьями. Ну и следующая новость. Ну что, такого еще не было. В Ташкенте пройдет яркий парад в стиле Диснейленд. 1 июня по случаю Дня защиты детей в одном из парков города состоится марш, в котором примут участие 100 персонажей из любимых мультфильмов. В кульминации праздника станет запуск 20 тысяч мягких игрушек из гигантской пушки. Мы потихоньку подъезжаем к улицам пересечения Тараса Шевченко и Антона Павловича Чехова. Да, сегодня у нас такая поездка по улицам длинных украинских и русских писателей, поэтов. И мы продолжаем путь в сторону улицы Шахризапской. Ну и следующая новость. Как вы знаете, 25 мая во всех школах прошли выпускные. Будущее нашей Родины в наших руках. Президент поздравил выпускников школ. Шавхат Мерзеев подчеркнул, что молодые люди стоят на пороге новой жизни. И на этом пути с ними всегда должны быть неустанный поиск, стремление к новым целям, смелость и вера в себя. Да, вы видели наш прошлый репортаж с линейки выпуска в 71-й школе. И там директор зачитала обращение президента к выпускникам. Было очень действительно здорово. Очень теплые, напутственные слова были сказаны в адрес наших выпускников от президента Республики Узбекистан. Да, мы подъехали к перекрестку пересечения по улице Тараса Шевченко с улицы Шахризапской. И сейчас продолжим путь прямо. В правой стороне есть парковая зона, где расположен памятник Якубу Колосу. Да, в Ташкенте был открыт памятник белорусскому писателю Якубу Колосу. В центре столицы прошло открытие Бюстеса и улицы именем классика белорусской литературы. Академика Константина Мицкевича, известного как Якуба Колос. Также проезжаем с левой стороны в школу 110-ю имени Тараса Шевченко. И по одноименной улице едем прямо дальше в сторону Цума. Будем поворачивать налево в сторону Цума. Из Ташкента в Медину отправились первые паломники хажи СИЗО на 2024. Первый рейс авиакомпании Узбекистан Airways вылетел из Ташкента в Медину в Саудовскую Аравию в ночь на 23 мая с 240 паломниками на борту, открыв сезон хаджа в 2024 году. Ну и тем самым, следующая новость, Узбекистан и Саудовская Аравия в связи с этим увеличивают количество авиарейсов до 50 в неделю. Ну а мы подъехали тем самым к улице Ислама Каримова. И сейчас будем продолжать путь в сторону Цума. По правой стороне у нас Международный сад Керамики. А с левой стороны это бывшее здание Министерства иностранных дел. Сейчас здесь сенат Али Мажлиза Республики Узбекистан. Ну и следующая новость. Узбекистан экспортировал текстиль в 55 стран. Экспорт текстиля за 4 месяца составил 11,9% от общего объема экспорта, увеличившись на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Ну а мы продолжаем путь. И сейчас мы поезжаем к знаменитой ЦУ. Да, сейчас пропустим пешехода. Вот это здание Центрального универмага Ташкента. Ну а по правой стороне у нас театральная площадь театра оперы и балеты имени Алишера Новои. Да, в Ташкенте сейчас около 7 часов вечера. И как вы видите, пробки довольно-таки долгие. Вот этот участок по улице Ислам Каримов я уже проезжаю очень долго. Да, я стараюсь в ремонтаже выбирать стояние в пробках, чтобы вам было удобно смотреть на здание, на Ташкент во время пути, а не во время стояния в пробках. Да, я забыл включить камеру, но включил ее туда, уже когда оказался на проспекте имени Шарафа Рашидова, проезжая Голубые Купола, подъезжая к перекрестку, где расположено метро «Космонавт». Ну и едем по улице Исуфа Хос Хаджиба. Вот эта улица такая примечательна тем, что здесь очень много было колодцев по этой трассе, по дороге. Трасс-колодец, видите, проехали. Таких колодцев на всем участке очень много. Если я не ошибаюсь, сто можно насчитать. Ну и следующая новость. Один из лучших конкобежцев в России будет представлять Узбекистан. Российский конкобежец Данила Семеряков намерен перейти в сборную Узбекистана. Об этом сообщил Матч ТВ. Узбекистан на 26% увеличил поставки плода овощной продукции в Россию. С начала года в Российскую Федерацию поставлено около 156 тонн овощей и фруктов. Это на 26% больше, чем в аналогичный период за 2023 год. Ну а сейчас мы будем проезжать хореографическое училище знаменитое Ташкентское. И по этой дороге, по улице Хос-Хаджиба, мы выйдем в Высший ПИД-институт. Сейчас это Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Наваи. Ну что, новость еще раз из мира спорта. На соревнованиях по легкой атлетике Киприс Интернешнл Атлетс Митинг наш спортсмен уступил только олимпийскому чемпиону. В кипрском городе Лимассол состоялся международные соревнования по легкой атлетике. Представителю Узбекистана Анвару Анварову на этом турнире удалось завоевать серебряную медаль по прыжкам в длину. Следует отметить, что в соревнованиях Анваров по результатам уступил только чемпионы Олимпиады Токио 2020 года. Мальтиадису Тентоглу, Греция. По итогам выступления Тентогла зафиксировал результат 8 метров 25 сантиметров, а Анваров 7 метров 97 сантиметров. Тройку замкнул Дарси Ройприз Австралии с результатом 7 метров 72 сантиметра. Почему я обратил внимание на именно эту спортивную новость по легкой атлетике, именно по прыжкам в длину? Потому что в далеком прошлом, в мое детство, у меня был друг Константин Сарнацкий, который тоже занимался легкой атлетикой, который в свое время меня научил фотоделу, привлек мне любовь к фотографии. Также он являлся членом сборной тогда еще СССР, потом сборной Узбекистана по легкой атлетике. И также он занимался прыжкам в длину. И до сих пор установлены им в городе Хиросиме в Японии на Азиатских играх в 1994 году. Результат, который до сих пор не побил никто в Узбекистане, с результатом прыжка в длину 8 метров 10 сантиметров. Ну и, к сожалению, мой товарищ три года на этом обшел из жизни, на 50-м году жизни скоропостишно скончался. Светлая память тебе, Костя. Пусть будет пухом тебе земля, дорогой друг. Ну а мы тем временем проезжаем государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишер Наваи и выезжаем на улицу Бабура. Ну и следующая новость. Бухарский нефтеперерабатывающий завод полностью прекратит производство бензина марки АИ-80. Нефтеперерабатывающий завод в Бухаре начнет производить больше бензина марки АИ-91 и выше с ноября-декабря. А полностью прекратить производство АИ-80 планируется с начала 2025 года. Ну и хорошая новость. Официально в Узбекистане работникам детсадов увеличат зарплату сразу в два раза. Для привлечения в детские сады квалифицированных воспитателей с 1 июня 2024 года ставки по оплате их труда будут приравнены к ставкам, применяемым к школьным учителям. Ну и следующая новость. Еще хорошие новости. Отныне студенты частных вузов также могут не платить за контракт. Теперь в частных вузах появятся бюджетные места. Поступившие в частные вузы студенты могут претендовать на госгранты, как студенты госвузов. При этом государство заплатит среднюю стоимость за обучение, как в госвузах. 1400 долларов в год. А вы когда-нибудь пробовали пиво со вкусом плова узбекского? Не перестают удивлять. В России начали продавать пиво со вкусом узбекского плова. Пиво сварено в стиле томатного газе со вкусом традиционного узбекского плова с небольшой остротой, ароматом зиры. Говорится в описании к напитку. Ну а мы подъехали к перекрестку, бывшее название Фрунзенский торговый центр. С левой стороны у нас сквер имени Пушкина Александра Сергеевича. И сейчас будем поворачивать налево по улице Шота Руставели и проедем немного чуть-чуть прямо. Еще пару новостей я вам зачитаю. Ну что, сегодня, 28 мая, отмечают Международный день брюнеток. Поздравляем наших темноволосых красавиц с их днем. Кстати, именно брюнетки обладают особым шармом, легальности, умом, обаянием и даже неким колдовством. Деночка, моя любимая Камила, поздравляю вас с этим прекрасным днем, моя брюнеточка. Промсвязь Банк запустил переводы в Узбекистан по номеру телефона. Деньги будут поступать в валюте счета получателя. Комиссия за переводы не взымается. Рынок Сергей Ли Индекс превратился в автомобильное кладбище. На рынке нет ничего, кроме новых автомобилей. Продажи резко упали. Ну что, поменялся формат торговли. И предложение на рынке превышает спрос. Ну что, дорогие друзья, мы потихоньку свернули на улицу Шоттеру Ставели. А сейчас мы уже находимся на улице Нукусской. И вы заметили, уже немножко стемнело. Да, я хочу вам показать вечерний Ташкент. Давайте проедемся. Я думаю, вам будет приятно вспомнить именно эти места. Возможно, здесь кто-то проживал по улице Нукусской. Дом 4, дом 5. Вот, смотрите, обратите внимание, как дом 5 с правой стороны подсвечивается красиво. Да, это старое здание, скорее всего, сталинской подстройки. Вот, и мы дальше продолжаем путь. На улицу уже выезжаем Абдулла Кадари. Справа у нас парк Эльбек. Да, зеленая зона такая. С левой стороны, видите, высотное здание. Это жилой комплекс Инфинити. Кажется, его уже достроили, хотя нет, еще строят. Ну, очень красивое современное здание. Жилищный комплекс просто впечатляет своими размерами. Смотрите, какой огромный, красивый. Ну, и мы дальше продолжаем путь. И обратите внимание, над этой улицей сверху вот такие светящиеся гирлянды. Как-то мы проезжали по улице Новои, вечерняя прогулка у нас была тоже. И эти гирлянды были выключены. А сейчас, смотрите, какая красота. Их включили. Если вы обратите внимание, висят государственные флаги Российской Федерации и Узбекистана. Это в честь того, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с двухдневным визитом Узбекистан. И сейчас он находится здесь. Давайте послушаем некоторые новости. А также будем любоваться видами вечернего Ташкента. Шавкат Мерзиёев и Владимир Путин решили навести порядок в трудовой миграции. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путином проблемы в сфере трудовой миграции. Главы государства считают, что необходимо организовать постоянное взаимодействие между государствами, а также внедрять эффективные меры. Путин и Мерзиёев возложили цветы к мемориалу о достойкости. Да, это новый парк Победы в Ташкенте. Мемориальный комплекс Парк Победы был открыт в Ташкенте 9 мая 2020 года в честь 75-летия годовщины Победы Великой Отечественной войне. В настоящее время в Парке Победы идёт подготовка к 80-летию Великой Победы. Да, сейчас мы будем подъезжать к парку Тельмана бывшей. Ну и дальше выезжать на 16-этажки московские на улицу Мустакелик, независимость. Ну и официальная новость. Одну из улиц Нового Ташкента назовут в честь Санкт-Петербурга. 27 мая президент Узбекистана Шавкат Мюзеев сообщил Владимиру Путину, что одна из улиц Нового Ташкента будет называться Санкт-Петербург. Отлично, будет самый красивый, ответил Путин. Ну а мы с вами выезжаем на один из красивейших проспектов Ташкента. Это проспект Мустакелик. Да, и будем ехать в сторону Пушкинской. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...